И эту часть семенок. Но так судили, что с молодости, с детства я стал заниматься фотографией. Был еще школьником. Старший класс, был снимок восьмый класс. Я поступил в фото-пружок и начальник своей фотографии там получил. Потом так увлекся этим делом. Я всегда увлекаюсь, увлекаюсь вставать, ничего не было. У меня в жизни такие были прибыли. Я этим сильно увлекался. Это стих по определенному уровню, знаний в области техники. Потом я думал, а на старости лету или журналистику теперь? Подсел на журналистику. А фото я у меня с детства посмотрел. Потом я перечитал все-все книжки, которые были в библиотеке. В нашей там районной библиотеке в городе. Там была такая примерно вот столько книг по фотографиям. За пару лет я перечитал все книжки. То есть, бац, заложена основа советской фотографии, идеи, теории, устройства. Все, терминология, все отложено с детства. Потом, когда женился, дети пошли. Ну, объекты съемки, да? Понятно, что всегда во всех радостях была черновенная съемка, фотоаппарат. Правда, занимался одно время еще и видеосъемкой. По молодости даже строил видеокамеру сам. Я пытался сделать видеокамеру и почти ее сделал, но не додел. Не хотел другу доделать. Так, чтобы снимать кино в движимое. Потом я снимал движимое, но не мое кино. Там в одном месте, потом на работе. Короче, я имел отношение к видеосъемке. Потом, когда был пройден на трензии, у нас выкопили две видеокамеры хорошие, большие. И я камеру издал себе. Я снимал наши церковные мероприятия. Я снимал совещания, паспортские вещи. Там какие-то важные моменты такие исторические. Вот, это что касается к видимо. Фотоаппарат я занимался сначала на белой, когда детки понимали, какие у меня. У меня офицей на этом масса фотографий этих детвора с пеленок прямо. У меня трое детей. Как они росли через два года, так вот они все на этих фотографиях ездили. Потом был карьер, что я занимался фотографией. Далее классом, президентом немножко. А где-то с 2001 года меня посадили на цифровую фотографию. Но приехали американцы, модели и мы их смотрели цифровую. Вот, поэтому я стал заниматься цифровой фотографией, и, имея уже базу перед тем, хорошую, солидную базу понимания фотографий или детских вещей. Вот когда пленки были проявляли, там бумага и прочее. Вот, и вот с тех пор я занимаюсь серьезно, вот, и я в этой области. И изучил много материала. Но, в конце концов, меня же согласили у нас выйти читать в предмет фото-журналистику. Вот, со скоростью есть. Я буду читать раздел не журналистику, кто что вам читал. Там другие будут читать, а я буду читать, например, фото-журналистики. Поэтому, как бы, знание есть. Примерно 50 лет опыта. Этого. С среднего возраста, примерно, стало заниматься фотографией. И кино, вот таким, которое раньше было, на потом, и видео, которое было более современным. Зачем фотография там, в наших новостях? Ну, вы же знаете, что мы воспринимаем информацию окружающего мира по нескольким каналам. Зрительно воспринимаем, безусловно воспринимаем, то есть аудиально, то есть еще и звуки воспринимаем. Кинестатические, вот сюда касаются щупы, и мы продаем холодные, горячие, приятные, мягкие, твердые. Да. И мы часто хроматские будем читать через чтение текста. Но и, поскольку у нас, скажем так, греческие мышления не больше, нам необходимо всегда иметь образ. Не только построенный на чтении материалов, но образ, который мы видим, да? И когда вот хроматские через чтение заходят к нам же на нашу отбой компьютер, набьются еще образы через зрение, тогда это усиливается впечатление. И заседает информация очень прочно, вот, и имеет свое воздействие. Ну и помните, как с детства у нас родители и учили, и в школе? Как мы оценивали публикации? Вот смотрим, берем, допустим, там какое-то издание. Вот так, значит листать. В картинках нет, плохая книжка, да? Если картинки есть, книжка хорошая, да? Почему? Потому что дети, естественно, они начали своей жизни, развития, они воспринимают все через вот образы, образные мышления. Потом фазологическое мышление. Старости опять идем. И говорят, что старые, что малые, да? Восприятие. Восприятие. Поэтому, вот, даже в разное время сроки, воровые, да? В разные, скажем, периоды жизни тоже вот это меняется, приоритет восприятия. Но, тем не менее, вот это интеллектуальное восприятие, логическое и образное, оно в постоянном месте. Потому что и люди не глупые, придумали вот издания, в которых есть обязательно текст, обязательно есть рисунок, либо схема, либо диаграмма, либо фотография, либо современные СМИ и видеоролики. Когда мы говорим о качестве нашей работы, я всегда привожу вот этот текст. Так, так, так. Я не включил, да? Мы уже все, прочитали на трех. Так, одну секунду, одну секунду. Сейчас мы переключим на расширить. Есть? Есть такой библейский текст. Петр говорит, что Вы признаны возвещать совершенство, призвавши у нас есть иным свой чудный свет. Так, что такое не идет. Так, 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 так. Сейчас решили. Так. Не знаю, что делать. Так, секунду. Закрываем. Вот. И вот этот библейский текст Петра, «Дабы возвещать совершенство», призвал, что у нас есть мы свой чудный свет. Он показывает, что Бог велик, Бог совершен, Бог могущественен. И мы, люди, когда мы благопествуем Боге, мы должны действительно это делать совершенно. Это делать совершенно. Совершенство касается не только публикации текстовым материалом, но также и фотоматериалом. Вот это интересно, да? Видите, я предложил возвещать совершенство. Мы можем и возвещать совершенство несовершенными инструментами и образами. То есть мы должны самое лучшее использовать, чтобы совершенство Божьей возвещать. Поэтому некачественные тексты, плохой дизайн наших изданий, знаменитых книг, картинок, афиль, буклетов. Вот это всё некачественное, неправильное. Оно помогает, уникает Бога, что он помогает. Поэтому вы должны работать по высшему слову. Дизайн самого высшего качества статьи, самого правильного, который уровень свой не ест. У журналистов вы должны и ниже этого уровня работать, тогда как бы надо будет читать. Если ниже, то он что-то выбрасывается. Никто не читает такие вот совершенные тексты. Если говорить о фотографии, то чонки, резкие, правильно экспонированные, правильное производительное, там свои законы. И об этом я сегодня вопрос скажу. Вот. Называется именно как сделать качественные фотосессии. Ну, есть две стороны фотографии. Есть фотография, то есть два способа оценки. Это оценка качества самой работы. И оценка содержания. Можно сделать качественные снимок, но с содержанием ни о чем. И наоборот, может быть интересная идея содержания хорошего, сделана не низким качеством, неправильно. И тогда оно получается, как ложка дёхта в бочке. Тема хорошая, а качество плохое. Это наоборот. Качество хорошее делит. А я в этом семинаре показываю, что надо обладать умением сделать качество снимка и наполнить хорошим содержанием его. То есть не просто клацать, что-то по-разному кнопку нажимать, а знать, что ты делаешь, как ты хочешь сделать, как ты хочешь на исходе получить тот исходный вариант, и что для этого нужно сделать. Поэтому так. Я так семинар разбил, что я буду отвечать на вопрос. Как сделать качественные снимки? И все в моей эпохе не будут отвечать на вопрос. Как сделать? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Конечно, если у вас разная база знаний в фотографиях, то, понятно, мне трудно найти подход к каждому. Начать говорить как с начинающими фотолюбителями. Вдруг этот тут имеет большой опыт. Так ему неинтересно будет. Если я хочу говорить, яско профессионалам вам будет неинтересно. Хотя я могу где-нибудь. Поэтому я буду так, Данилевич, что-то вам новое говорить, но я не могу весь курс фотографии сказать от начала. Нам не хватит времени для этого совершения. Надо недели взять, что сказать, курс фотографии. Поэтому, кто хочет заниматься и хочет успешно работать в будущем для сервиса, для господа, то вы должны, если вы едите на аппаратуру, детально, основательно изучить инструкцию с аппаратом. Это первый шаг, первый шаг, чтобы знать, что так долго и как их использовать. А вот что не ясно, потом надо искать ответ на эти вопросы. Поэтому я не могу ответить на все вопросы вот эти вопросы. И давать разрыв от начала каждого понятия. Ну так, в общем, это хорошо что-то понятно вам. Но что не понятно, либо ставьте вопрос, либо оставайтесь после как-то. Но покрыть вот этот гипозон малоинформированности в этом у меня сложно. У них женщин полтора по часу. Поэтому первый блок идет это, как сделать сам снимок качественный, а потом второй блок, как содержание, добиться хорошего, правильного содержания. Ну, поехали. Первое. Настроить параметры фотографии. Правильно настроить. Прежде всего, как хотим снимать. Если вы начинающие, вы снимаете в режиме авто, там все в авто, авто у вас работает. Почти все параметры. Автоматически набирается экспозиция, чувствительность и прочее. Вы только классаете и все. И все доверяете автоматике. И она уже как казан. Бывает, справляется на 90%, на 80%, бывает на 50% справляется. Автоматика никогда не справляется на все 100%. Как хочет это сделать. Как опытный, который будет. Поэтому, если начинающие, ставим на авто. И параметры, остальные, как бы уже там камера подбирает и готовы. Ну, что надо установить? Вот есть такое понятие размер. Размеры. Что-то снимка будущего. Сегодня мы говорим о другой фотографии. Он в пикселях, в мегапикселях. Вот поэтому всегда старайтесь установить в меню размер. Максимальные размеры. Максимальные размеры. Максимальные размеры. Потом качество есть. Да, ну вот. Ладно, не пропускаем. Это размеры маслячных аппаратов. Разных. Разных фотоаппаратов. Вот это большой зеленый. Это полноформатный. Фотоаппараты очень дорогие. Стоят тысяч долларов. И недоступные. Вот этот зеленый. Это фотоаппарат мой. Покерный. Меган. Очень черная маслячная. Четыре третий. Это формат тоже хорошего аппарата. Не разрушает качество. Вот. Это типа, ну, лазер. Поза Соник. Вот это же маленький. Тут искажаются цвета очень в этом проекте. И вся проблема в том, что мой компьютер, ноутбук, частично не искажает нормальные цвета, которые я задолжен им в начальной презентации. Потому что ноутбуки, видеокартам, ноутбука трудно поддаются настройке, цветовой настройке. Калибровке. Вот. Поэтому я работаю на большом мониторинг профессионально. Там они четко калибруются. Но они входят под цвета. Чтобы цвет истинный красный, продавался красный. Оранжевый. То есть должна быть полная соответка, калибровка цвета реального. А цвет, который изображается на мониторе. Этот искажает, а этот еще больше искажает. Поэтому там совсем не то, что реальность. Ну, примерно так будет понимать. Если вы видите, что цвета какие-то ненормальные фотографии, это не проблема байонки у семей, а проблема техники, которая не калибрована. Технику нужно калибровать. Это очень простой расписан. Вот. Вот эти маленькие аппараты называются мыльницей. Малоформатные. Вот 1,2,7, 1,8, 2,3. Кого же интересует, расскажи. На ней качества мы слухого не добьемся. Хороший качество наступает только вот тут, где 4,3. Вот этот мазокен он, его с 300 лет, 60 лет. И 35, большой. Там качество хорошее. Тут нормальное. Вот. А там, ну какой его интерес, да? Умеющий можно сделать в большем варианте на технику назад. Не умеющий, на большом, можно все забороть и ничего не научиться. Поэтому, кто будет покупать аппараты в будущем и думать о технике, позоветуйте, я тут скажу, какое взять, исходя из ваших возможностей финансов. Какой хотите брать? Вот, значит, размер максимальный. Дальше. Качество. Есть также в меню такая настройка, как качество. Низкое, среднее, высокое качество. Размер одинаковый, а качество разное. Некоторые в целях экономии места на карте памяти ставят меньшее разрешение и меньшее качество. Никогда этого не делайте. Максимальный размер на все теоретические, которые там предусмотрены. И на максимальное качество. С максимальным сюда и все делать, потому что угодно. А минимальное, потому что проблемы, и мы не можем полноценно использовать те проблемы. Дальше. Сочувствительность в матрице. Если вы работаете в полуавтоматическом режиме, там можно выставить и сочувствительность. Тесно и сок, так называемое. Ну, так, кратко скажу, что меня однажды обвинили, что я на семинаре не сказал, что мы ставим чувствительность при съемке. Исправляемся. Когда работаем на улице, на солнце, ставим чувствительность 100, максимум 200. А вот ставим 50. Если есть 50, 100, 160. Может быть 200 максимум на солнце больше, чем 100 не нужно. Там достаточно этой чувствительности. В тени ставим 200. Если серьезно, тень может быть 400 и 40. В помещении это 800 может быть. Ну вот когда яркое помещение, там вот самсот достаточно может быть. Тысяча, может быть 1600 даже в темных помещениях. В осень темных мы ставим даже, бывает надо. На мольницах это тоже есть, да? Что? На мольницах тоже есть. На мольницах. Эти милиции можно ставить. Да, да. Можно ставить. Если там есть фотоаппарат, так, переключаться режимом, авто, потом там предустановленные. Значок портрета. Значок спортсмена. Режим. То есть соревнования. Пейзаж. Можно те иконки ставить и автоматом снимать. Как бы оно лучше будет, чем прочту и думать, если не знаешь. Вот. Если бы режим П. Или русское я Э, на английском я П. Называется режим программ. Про. Вот тут уже можно менять чувствительность. Можно вспышкой руководить на таком режиме. Приоритетия врага, приоритетия и мануальность. Ну, это, как бы, если не знать, то это не будет. Но чувствительность, надо знать. Чем выше чувствительность, тем выше качество. Поэтому тут лобирует. Надо сделать так с тем, чтобы это получилось, но не больше никакого качества. Поэтому, завышав часто. Число лицом. Только просто так, значит надо, необходимо и безвыкодно. А лучше снимать до самых, как можно, низких, и сло. Улица – это 100, максимум 200, если рано вот так просто не шло, тень – это 400, может быть 600, помещение – 800, 1000 и больше. Чем имеющая чувствительность, тем лучше качество снимка. Формат. В некоторых образах можно сделать выбор формата. Либо HPR, либо TIFF редко встречается. На HPR это такой формат, который уже сам фотоаппарат, когда он в матерце воспринимает цвет, то там происходит процесс, что происходит тройное экспонирование изображения. Три основных фильтра – красный, зеленый и синий. После этого проскакивают, и три экспозиции черно-белые попадают в процессор, и потом там уже получается цветное изображение. Так вот, если мы установим квасской такой обычный формат HPR, это так. Сам фотоаппарат раскачал на компьютер, тут же можешь его смотреть, ну там подработал, и отцелает в друзьях, и так далее. Формат RAW – это тот первый свой формат, который еще до того, как процессор обработки мы снимали. И поэтому профессионалы работают в формате RAW. А потом уже на компьютере специально программа обработки, и мы уже там делаем, что хотим согласно. ЧПР не очень поддается редакции. RAW – это связываться руки, можно что-то участвовать. Если, допустим, и многие ошибки для съемки, то при RAW они легко исправимы. При ЧПР – плохо. Поэтому начинающий устанавливать формат HPR, а в некоторых форматах есть ЧПР плюс RAW. А если так – RAW-1, RAW-2 и просто RAW. Это разные степени качества RAW. Но для начала, не будем вязать в большую теорию, ЧПР. Чтобы был ЧПР, потому что RAW это недоступно, надо понимать. Дальше. Качество. Как делать это на качестве? Не только на справедливости отцепного раза, но и нужно стараться достигать максимальной резкости. Мы привыкли, что резкие изображения нам приятно смотреть, разбытое, и все оно не родится. Есть специальные такие жанровые съемки, когда нам нужна нерезкость. Но, как правило, в репортажнике, когда мы освещаем 6 серпий, то главные действующие лица на снимках должны быть резкостью. Спикеры, старейские, выступающие, ярославные, детки – все должно быть резко. Поэтому мы должны достигать резкость. Что снижает качество снимка? Есть такое мыло. Размыривание, не четкое, а не резкое. Оно возникает за разных причин. Бывает так, что аппарат сам мырит. Вот купили неудачно. И он мырит, и что вы не делаете, даже покупаешь качественный аппарат. Порядка 500-600 долларов. Электив 200-300 долларов. А оно мырное, и все получается. Там несколько такие заморочки, проблемы. Поэтому я всегда братьям говорю, кто покупает такие аппараты, посоветуйтесь. Пойдем вместе, я выберу. Мы берем 3-5 объективов, фотоаппаратов, выбираем. Социально-таки тестирующие таблицы. И подбираем тот, который дает максимального риска. Поэтому можно в тысячу долларов выкинуть. И получать мырные фотографии. Такие мутные, не резкие. Бывает, что фотограф падает на землю у кого-то. И потом, потом он уже вылит. Мне присылают снимки. Как такое у вас? Что-то в проблеме с этого разного. Признавайте. Пусть падают на землю. Кидали в правду. Ну, было. Ну, все, ясно. То есть, ошибки при покупке ненепочных. И деформация при падении, а при ударах дает мне не резкость. Это плохо. Дальше. Шевелёнка с масс. Значит, если у нас выдержка небольшая. И мы не умеем хорошо аппарат держать. У нас во время съёмки дрожит, а выдержка небольшая. Получается смазное изображение. Не резкость. Проблема тоже. Надо стараться такую стойку брать, чтобы вот так руки были. Немножко новые. На жерни плеч. Вот. Аппарат, как бы так, вот сюда вот. Глобной кисти. Сюда частик. И вот нажимаем. Неклавно. Нажимаем не вот так вот. Аппарат не вот так нажимаем. А плавником так. Плавником. До половины. Сфокусирование. Плавником. 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 Потому что фотоаппарат не должен так колебаться. Особенно, когда выдержка. По решению выдержки. Так. Дальше. Что влияет на резкость? Ну. Это сложная теория. Не буду вам рассказывать. Back from focus. Это проблема от аппаратов. Зеркальный. Когда они выпускаются. И к ним выпускается некачественная оптика. Она так качественная, но неподобная. Поэтому нужно подгонять Back from focus. Это сложная такая задача. Будете покупать этот аппарат. Зеркальный. Позвоните. Я расскажу им. Как это сделать. Чтобы была резкость. То есть, когда изображение фокусируется на матрице. Фокус истины может попадать на саму матрицу. Правильно. Резко. Может фокусироваться на чуточку перед матрицей. Самая резко перед матрицей. А на матрице уже не резко. Либо фокус может быть за матрицей самая резко. А вот эта матрица не резко. Это зависит от качества объектива. Поэтому, ну, есть аппарат, в которой матрица. Фокусируется на каждой объектив. А так, где он фокусируется, мы выезжаем объективы. Мы идем в Киеве. Приезжают братцы ко мне многие. Мы идем в магазин. Так, туда вытянут 3-4 объективы. Один попробуем. За матрицей уйдет.